Мы обсуждаем с создателями фильма про любовь, собственно, саму картину. В ней использован один очень любопытный прием, с которым, может быть, вы сталкивались в литературе, может быть, вы в первый раз с ним соприкоснетесь. Это вообще история двух девушек, которые приехали из периферии в Москву. Одна из них логопед, она исправляет дефекты речи. Вторая педикюрша, правильно я называю это? Мастер по ногам. И, собственно говоря, так судьба главную героиню сводит с важным клиентом, которому в ходе политической какой-то его собственной предвыборной кампании нужно исправить дефекты речи. И дело в том, что мы увидим эту историю, я не хочу вам рассказывать ни сюжет, ни финал картины, с двух точек зрения. Одни и те же события сначала пройдут перед нашими глазами, глазами главной героини, как женщина воспринимает все то, что происходит с ней. А потом вдруг в какой-то момент в фильме произойдет разрыв, мы вернемся вдруг ровно на ту же исходную точку и просмотрим эти же самые события глазами главного героя, которого играет Федор Бондарчук. Надо сказать, что предметом самых бурных дискуссий после фильма явилась именно эта абсолютно голым образом обнаженным показанная разница двух миров, не сходящихся в одной точке. Случалось ли вам, вот вы же наверняка, продумывая эту картину и продумывая эту роль, соотносили что-то с событиями из своей жизни? Бывало ли у вас так, что какой-то период вы жили с пониманием того, что с вами происходит одно, а с вами, оказывается, происходило совершенно другое? Со мной всю жизнь так происходит. И до сих пор? Да? Я все время абсолютно, я все время придумываю, у меня что-то происходит, я думаю, ну, конечно, я начинаю развивать эту тему, думать, вот, он поступил так, поэтому, а это потому, а на самом деле вообще ничего не было, вот вообще ничего. Вот этот вот женский склад ума, идиотский, дурацкий, и самая главная проблема, которая возникает в отношениях между, скажем, мужчиной и женщиной, вообще между людьми, женщина склонна придумывать то, чего не существует на самом деле, и думать за всех остальных в той ситуации, которая с ней происходит. А от этого рождается куча проблем. Вот со мной все время так, абсолютно во всех ситуациях. Я начинаю придумывать. Ну, я не знаю, не могу сказать, что все время, наверное, так, но мне кажется, что тут проблема-то шире, чем просто женщина и мужчина. Хотя, конечно, это столкновение, но оно такое какое-то основополагающее, да, но мне кажется, вообще, вот как когда-то я в свое время там делала такой телевизионный большой фильм по Куприну, и там были цитаты, и вот меня поразила одна цитата его, которую я вставила там в качестве какого-то эпиграфа одной из серий, яму это я делала так на заре своего творчества, и там так было сформулировано, что никогда ни при каких обстоятельствах и ни в какой ситуации, я могу сейчас, вот не ручаюсь за точность, невозможно понять, что творится в душе постороннего человека. То есть, в принципе, мы не можем понять, что происходит с человеком, с другим. Мы можем там в момент общения что-то себе, ну, как действительно, нафантазировать или представить, но понять, что, какой мир стоит, в какой реальности он существует, что вообще он думает в эту секунду. Это не сытый голодного и не богатый едного, это просто один другого. Да, я думаю, что это в принципе. То, до чего доведено в фильме, когда она с трепетом воспринимает рисунок, подаренный ей, и герой ей дарит в День всех влюбленных, такую какую-то милую почеркушку, и только во второй части фильма мы узнаем, что эта самая почеркушка была предназначена его жене, и она, в общем, на нее фактически наплевала, и тогда он решил, ну, не пропадать же рисунку, и подарил своему, в данном случае, логопеду. А какой выход-то? Ну, нельзя же на каждом повороте жизни хватать человека за грудки, сажать и говорить, давай поговорим на самом деле. Что происходит? Что с этим делать? Какие уроки-то? Да какие уроки? Никаких уроков. Опыт. Вот и весь урок. Смотрите в базовом пакете НТВ+. Смотрите в базовом пакете НТВ+. Смотрите в базовом пакете НТВ+. Продолжение следует...